Все лето без крыши над головой. Жильцы многоквартирного дома на Октябрьском проспекте в шоке от капремонта кровли. Раскрывать зонты приходится во время каждого дождя, а мебель уже не спасти. Об этом и не только. Расскажу в ближайшие минуты. Вы смотрите «Давичи». Меня зовут Елена Чихомова. Здравствуйте. Не справилась с управлением. Съехала в кювет, врезалась в дерево. Серьезное ДТП в пригороде Кирова. Инспекторы предупреждают. В жару подобные аварии не редкость. В области опять утонули люди. Минимум двое погибших. Еще двое пропали без вести. Ничем не брезгуют. Дистанционные мошенники обманули пожилых кировчан. Давили на жалость к родственникам. Расскажем, как работает очередная схема. Перевернулась, врезалась в дерево четверо пострадавших. Сегодня ранним утром в селе Русское Лада 12 модели съехала в кювет. Об инциденте рассказали в городском ГИБДД. Автомобиль с 24-летней девушкой за рулем перевернулся и врезался в дерево. Это произошло полпятого утра напротив дома номер 2 по улице Комуны в Русском. По предварительным данным ведомства, водитель, у которой стаж вождения 6 месяцев, не справилась с управлением. В результате происшествия травмы получила она сама, а также пассажиры. Трое молодых людей. Это девушка и юноши 17-20 лет. По результатам экспертизы, девушка-водитель автомобиля трезвая. За последние 6 дней в городе Кирове произошло 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 27 получили травмы, в том числе трое детей, что вызывает обеспокоенность сотрудников ГИБДД. С сегодняшнего дня сотрудники госавтоинспекции города Кирова несут службу в усиленном режиме. Сотрудники госавтоинспекции областного центра призывают водителей транспортных средств, в том числе пожилого возраста, быть предельно внимательными и осторожными, особенно в условиях жаркой погоды. За минувшие сутки в регионе утонули два человека. Еще двое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщают в полиции. Так, в Вятских полянах во время купания утонул в реке Вятки 18-летний житель Сосновки. В Уржумском районе во время купания в районе деревни Буйский перевоз утонул мужчина 50 лет. Также в Кирове ушел купаться на Вятку и не вернулся 19-летний юноша. Без вести пропавшим числится и мужчина 79-го года рождения. Вчера в полицию поступило сообщение о том, что в микрорайоне Дороничи во время купания в пруду утонул мужчина. Прибывшие на место сотрудники полиции осмотрели место происшествия. Опрошены свидетели. Тело пока не обнаружено. Теперь звонят и на домашний. В полиции предупреждают. Дистанционные мошенники используют для обмана не только мобильную связь. Зафиксированы случаи, когда злоумышленники звонили потерпевшим на домашние телефоны. Представляясь с сотрудниками полиции, говорили, что якобы родственник абонентов совершил ДТП. Чтобы не возбуждать дело, просили деньги. Забрать их должен курьер. Таким образом, 83-летняя жительница Нововятского района передала незнакомцу 200 тысяч рублей. 85-летний пенсионер отдал 350 тысяч рублей. По фактам мошенничества были возбуждены уголовные дела. Полицейские установили личность и задержали предполагаемого злоумышленника, выполнявшего функции курьера. Им оказался 19-летний кировчанин. Он сознался в совершении хищений у четырех пенсионеров. В общей сумме 1 миллион рублей. За что вас задержали? За мошенничество. Что сделали? Работал курьером, забирал у пожилых людей деньги и приводил. Как начали заниматься этим всем? На относное объявление. Там была ссылка. Я связался с человеком и он начал следовать в несколько разок, когда приехать, что забрать и куда перевезти. Ламинат вздулся, обои отслаиваются, мебель отсырела, да еще и в придачу таракан и повсюду. Жить в таких условиях просто невозможно, жалуются жильцы дома на Октябрьском проспекте 20. Имущество в нескольких квартирах на третьем, четвертом и пятом этажах испортилось в результате потопа. Все потому, что тент, который служит в доме в качестве временной крыши, не выдержал напора недавних ливней. Хлипкую конструкцию вместе с гвоздями вырвало с корнем. Капремонт кровли здания стартовал еще в начале июня. С тех пор крыша находится в разобранном состоянии. За это время подрядчик сменил несколько ремонтных бригад. Работы должны завершиться только к сентябрю. Как пережить новые дожди и сохранить остатки своего добра, жители не знают. Пять раз топило, да, вот все пять раз. Это уже вредительство называется. Ну, пусть им его на крышу полога закрыть не хватило, тента. Ну, приберись на полу, закрой пол-то хотя бы, чтобы людей-то не топило. На пол-то меньше площади пленки-то надо. И делай там по очереди. Разобрал пять метров, перекрой, закрой. А то крышу, блин, полкрыши разобрали и стоит разобранное, все ждет чего-то. Признает ли подрядчик свою вину? Кто по закону должен оплачивать издержки жильцов? И почему подобные истории с фондом капремонта встречаются все чаще? Мы готовим подробный материал на эту тему. Он выйдет совсем скоро в эфире «Вечернего давеча». Дождитесь, будет интересно. В Кирове будут судить домработницу. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 27-летней кировчанки. По версии следствия, обвиняемая год назад прибиралась в одной из квартир на улице Труда. Жилье имело свободный доступ. Однажды девушка решила обчистить квартиру. Украла у хозяйки косметику, парфюмерию известных премиальных брендов около 30 предметов, деньги 12 тысяч, золотое кольцо и серьги с бриллиантами. Общей стоимостью более 200 тысяч рублей. Продолжение своего преступного умысла. Обвиняемая незаконно завладела ключами от автомобиля потерпевшей. Незаконно проникла в салон автомобиля, откуда похитила деньги в размере 140 тысяч рублей. Общий размер причиненного материального ущерба, по версии следствия, составляет более 340 тысяч рублей. По уголовному делу прокуратуры Октябрьского района города Кирова утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Поехалиيا. Продолжение следует... Продолжение следует...